Всем привет! Вы на канале Хоккей Спорт 2.4, а меня зовут Дима Яракалов. Жми колокольчик и ставь лайк, если смотрел мой стрим с Дамиром Шеребзяновым. Вместе с обладателем Кубка Гагарина и человеком, который заблокировал все броски во вселенной, мы смотрели и обсуждали матч Россия-Швеция на чемпионате мира. Кстати, видео есть на канале. Ну а теперь я, Андрей Юртаев, Валерий Брагин и игроки сборной России расскажут, как это было. На самом деле матч со Швецией стал уникальным еще до его начала. Дело в том, что составы команд вполне неожиданно появились за сутки до стартового вбрасывания, что для российского хоккея, да и мирового, совершенно нетипично. Сборная России похвасталась присутствием Владимира Тарасенко и Дмитрия Орлова. Защитник Вашингтона вытеснил из состава Рушана Рафикова и сделал Игоря Ожиганова седьмым защитником. Но Владимир Тарасенко воссоединился со своим близким другом и напарником по золотой молодежке Антоном Бурдасовым. В качестве жертвы Максим Шоунов. Он пока главное разочарование этого турнира. Тарасенко всячески пытался подтвердить свое прозвище «Русский танк» и напрягал шведов агрессией и напором на пятаке. Дмитрий Орлов, известный своими подключениями, не стеснялся и таскал шайбу похлеще иных нападающих. Но проблемы у сборной России начались с первых же минут. Шведы вышли на игру со сборной России как на последний бой. И это не аллегория и не преувеличение. Они проваливали этот чемпионат мира и выбывали бы из гонки «Проиграй России». Шведы были нисколько не плюшевые. Они вышли биться и долгое время били россиян. А еще шведы достаточно быстро открыли счет. Помог Есперу Фрёдену не только нападающий московскую «Динамо» Оскар Линберг, отдавший шикарную передачу большинстве, но и нарушивший правила Артем Зуб. Россияне весь матч ждали момента, чтобы ответить шведам той же монетой и реализовать большинство имени Константина Шафранова. Но так и не дождались. Все нарушения шведов рифмовались с нарушениями россиян и были обоюдными. Долгое время казалось, что без того самого большинства, которое нашим парням не давали судьи, сборная России ничего не светит. Оборону шведов вроде бы небезгрешную взломать не удавалось. Да и в целом соперника подопечным Брагена не превосходили. Но ровно до того момента, как капитан Антон Слепышев по-лидерски, да по-капитански не занес в ворот Адама Рейда Борна тачдаун. Прямо как в американском футболе. Кстати, это была уже вторая попытка Слепышева. За первую он получил удаление. Ну а ассистировал Слепышеву Дмитрий Орлов. Не зря Дима летел через Атлантику. А теперь вспомните отчество главного тренера сборной России. Нет-нет, не Николаевич. Камбекович. Конечно же, Валерий Камбекович Брагин. Наставник сборной России, еще тренируя молодежку, зарекомендовал себя тем, что его команды умудряются выкарабкиваться из самых сложных ситуаций и отыгрываться буквально за несколько секунд. Прямо как сборная России в матче со шведами. После гола Слепышева прошло всего 12 секунд, то есть следующая смена. И тут Александр Барабанов уже выводит сборную России вперед. Помогает ему прибывший буквально с самолета из карантина Тарасенко. И Орлов, и Тарасенко прекрасно помнят, как наша золотая молодежка в 2011 году в Баффало точно так же проходила одного соперника за другим. Любой камбек, даже самый героический, легко обесценить ответные шайбы. Именно так поступила звезда сборной Швеции и нападающий Баффало Олфсон. За 5 минут до конца он сравнял счет. Обломал сборную России, но продлил удовольствие всем нам. Мы увидели крутой овертайм 3 на 3, в котором сборная Швеции почти 3,5 минуты доминировала, владела шайбе, не давала ее потрогать россиянам и испытывала терпение наших парней. Но когда подопечные Брагена получили шайбу, они создали два супермомента. Григоренко и Бурдасов не забили. И тут наступили булиты. Серия булитов обернулась одним большим косплеем. Ctrl-C, Ctrl-V. Нападающие обеих команд, будто сговорившись, забивали Самонову и Редеборну в одну и ту же точку. В очко. Между щитками. Но этот парад одинаковых шайб прервал Вадимир Тарасенко. Он с шикарной паузой по-мхатовски выдернул Редеборна из ворот. Тот пытался совершить сейф года, но Тарасенко угодил в дальнюю девятку. Настоящий мастер. Ну как тут не вспомнить Баффла и связку брагентренер Тарасенко капитан. Сборная России победила. Ну и не просто победила, а дала зрелище. Да и себе уверенности точно прибавила. А еще оставила шведов без плей-офф. Впервые в истории этой скандинавской страны. Еще никогда Трек Рунер не оставались за пределами решающей стадии чемпионата мира. Ну а наши парни продолжают бороться за первое место в группе. И быть фаворитами в этой борьбе. Но так ли нужно парням браги на первое место? Ведь уже в четверть финале мы можем получить противостояние Россия-Канаду. Понятно, что они еще не совсем, скажем, вкатились. Но даже вот то, что они, по сути, не сыгранные с партнерами, без каких-то там отработанных схем и так далее, даже вот в таком своем виде они уже пронесли громадную пользу. Собственно, Орлов, ну вы видели, сделал гол для Слепышева. Тарасенко затем там спустя 12 секунд бросал, конечно, поворотом, но этим добиванием, потом этим подбором воспользовался Барабанов. Ну и победный булит Тарасенко. Собственно, во всех трех голах, ну там два плюс решающий булит, поучаствовали Орлов и Тарасенко. То есть по-хорошему они должны еще дальше набирать форму, они еще должны там чуть получше, наверное, сыграться со своими партнерами. И дальше должны еще большее влияние оказывать на игру сборной России. Но даже сейчас то, что они показали, уже оказалось таким очень значимым. Поэтому они сыграли хорошо, но ждем, что будут играть еще лучше. Сложно сказать, нет вот у меня такого прямо однозначного ответа. У нас был очень хороший первый период, но вот именно, что не сумели реализовать эти моменты, может быть, там и где-то Рейдеборн хорошо сыграл. Вот уже начиная со второго периода, конечно, нас шведы так уже немножко подальше от своих ворот держали. А то, что в первом периоде мы не забили, ну, может быть, как раз не хватило где-то вот сыгранности новым звеньям. Ну, я думаю, что то, что мы забили, ну, это в каком-то смысле, да, вот первый гол, это стечение обстоятельств, в том смысле, что у шведов был проброс, и они, ну, собственно, вот после проброса они там вывели шайбу из зоны, сразу же побежали меняться, мы их на этом поймали. Но это вот исключительно мастерство Орлова того же, ну, и отчасти даже какое-то везение, когда шайба от конька Слепышева отскочила в ворота. Может быть, этого везения Слепышева как раз не хватало в первом периоде, когда у него там три момента было. Вот, дальше, я думаю, что у шведов, ну, так часто бывает, вот, первая смена после гола, там, что после забитого, после пропущенного, там могут быть как эмоции в одну сторону там положительные, так и в другую отрицательные. И шведы понимают, что 1-1, и это может быть для них проблемой, с учетом вообще дальнейших их перспектив, может быть, как так, ну, какая-то, я не знаю, минутная там потерянность, этого хватило, опять же, 12 секунд, ну, и, опять же, Тарасенко здорово там воспользовался, и Барабанов это уже добил до конца. Насколько это новый уровень или нет, но то, что Слепышев действительно провел свой лучший матч здесь на турнире, ну, это вообще вопросов никаких не вызывает, и, ну, опять же, мы знаем, что Антон классный нападающий, может быть, у него там не все получилось в свое время в Эдмонтоне, в национальной хоккейной лиге, и, может быть, в ЦСКА тоже, у него как-то так все время чего-то большего ждут, но то, что это нападающий, который может быть и лидером, ну, там, скажем, по духу, да, и в плане результативности тоже вести за собой, ну, это не новость. Самонов, скажем, не облегчил задачу тренером, я бы вот так это назвал, потому что, когда вот стало известно, что приезжает Бобровский, а Самонов сыграл уже там хороший матч против Швейцарии, до этого тоже, и, ну, так все думали, ну, давайте, ладно, посмотрим на Самонову вот в оставшихся матчах группового этапа, что, может быть, там вот, ну, если вдруг он сыграет плохо, вопросов не будет с самим Бобровского, и все. А Самонов опять сыграл хорошо, и вот опять нет однозначного ответа, кому надо играть теперь в плей-офф, кого выбирать, и самое главное, как выбирать. Поэтому это по-прежнему очень такая сложная задача. Антон, он спросил про то, как влились команду Дима Орлов и Володя Тарасенко. Вот, соответственно, вот он хотел, наверное, тебя послушать. Да, все мы их прекрасно знаем, отличные ребята, отличные хоккеисты, поэтому здесь прошли карантин, помогли им влиться быстро, сегодня уже сыграли, все здорово, помогли, очень помогли сегодня в сборной, поэтому все отлично. Антон, сегодня какое-то сумасшедшее желание было, даже, кажется, это удаление было от большого желания. Какие-то особые отношения с Брагиным, хотелось поздравить его, или капитан чувствовал какую-то ответственность сегодня? Да, не, ну, пытаясь каждую игру так играть желанием, сегодня просто, может, больше получалось. Были хорошие моменты, отличиться и не раз. Ну, здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера. Поздравить его. Антон, тоже будет к тебе вопрос. Вот этот эпизод, когда ты влетел в Рейде Борна, там на тебя сразу шведы накинулись. Можешь, пожалуйста, рассказать, что там случилось? Все-таки случайно или подтолкнули тебя там? Он там тоже лежал так долго, как будто травму получил. Твой будущий, кстати говоря, одноклубник ЦСКА. Спасибо. Да не, я просто влазил на ворота, хотел на дальнюю штангу, и второй защитник просто сыграл в тело, поэтому здесь, там, очевидно, судьи здорово разобрались. Просто после силового приема я уже влетел в Рейденборну, поэтому сразу я лежу уже сказал Рейденборну, что я просто получил силовой прием, так что ничего личного. Держала ли команда в голове, что все-таки очки, добытые в этом матче, выведут, ну, обеспечат, скажем так, место в плов, забронируют? И второе, понимали ли вы, что вы выбиваете шведов, лишаете их шансов на продолжение турнира? Тоже вот как-то влияло это на настрой, на саму игру? Понятно, что мы держали в голове, но настраивались просто на одну игру выиграть, и, конечно, чем раньше займешь место в плей-оффе, тем дальше будет спокойнее как-то готовиться к этим матчам, наложиваются какие-то моменты. И также прекрасно понимали, что у шведов, возможно, последняя игра, что они выйдут играть все заряженные, в принципе, у них это получилось. Понятно, что мы это держали в голове. К Дмитрию у меня вопрос. Такой специалисты сейчас называют оборону сборной России очень сильной, такой одной из самых сильных за последние годы в сборной. Вот сам он как считает? Ну, и его первые впечатления, наверное, тоже от игры в этой команде. Ну, хорошо, что так считают. Нам надо выходить и доказывать это. Не только словами, да, и надо фокусироваться на нашей игре, помогать нашим нападающим, играть хорошо в обороне, помогать нашему вратарю. Так что у нас хороший коллектив, хорошая команда. Поэтому, я думаю, у нас все есть для победы и просто нельзя терять концентрацию и продолжать находить уверенность. Да, последняя игра с белорусами в турнирной таблице, да, и потом идет плов уже игры на вылет, и поэтому времени на раскачку нет. Надо сразу уже начинать и показывать свой хоккей, которым мы будем показывать плов завтрашней игры. Понятно, что вы приехали с НХЛ, здесь большие площадки, немного другие скорости, но, честно говоря, визуально было, когда вы вышли на первые смены, вы бегали, может быть, там, самый активный игрок, ну, по крайней мере, визуально, это было так, что вы прям как к себе домой заскочили на эту площадку, в этот ритм игры. Насколько как раз вам с первых минут было комфортно? Насколько вы сразу понимали там габариты? Насколько чувствовали темп, скорость? Насколько это близко к тому, допустим, что у вас там несколько дней назад было в НХЛ? Или это совсем разные истории, просто вы оперативно подстроились? Ну, разный хоккей из-за площадки, поэтому, а скорость все равно остается, все равно все играют на высокий скоростях, все отдаются, все играют за свою сборную, за свою нацию, поэтому здесь нет какого-то династроя, еще что-то, а, да, конечно, пытаешься адаптироваться, и времени тоже на раскачке нет, поэтому старался, конечно, сразу войти в игру, сразу где-то покороче смены, да, конечно, первый период тяжелый был, да, все равно где-то одышка присутствовала, потому что я давно не играл, и все равно тренировки были достаточно короткие, и с командой не удалось, да, потом прям так потренироваться, поэтому были, конечно, сложности, но ничего, потом вошел в игру, и, в принципе, себя хорошо чувствовал физически. Вот эти 12 секунд, два гола, это стечение обстоятельств, вы думаете, или вы почувствовали, что шведы как-то, может, посаживаться начали в третьем периоде? Как-то вы, может, говорили о чем-то на лавке? Да, ну, у нас особо выбора-то не было, мы понимали, что мы проигрываем 1-0, мы хотим выиграть эту игру, поэтому мы разговаривали в раздевалке, что надо активнее играть, они играют вторую игру подряд, мы должны насаживать смены на смену, да, и создавать момент, в принципе, это хорошо, что мы забыли два быстрых гола, но обидно пропустили тоже второй, им дали момент забить, да, в нейтральной зоне чуть-чуть потеряли, да, момент, может быть, концентрацию, может быть, на усталости, я думаю, в плывов нельзя допускать такие ошибки, и, я думаю, тренеры нам подскажут, покажут видео, и будем лучше и сильнее. Да, и, Антон, вот вы не удивились, что шведы не сняли вратаря в конце третьего периода, потому что только победа в основное время им давала более-менее шансы на плывах. Мы держали это в голове, тренерский штаб нам сказал об этом, но они не сняли, я так понял, что, может, игра чехов повлияла, что по булитам они выиграли, что какой-то шанс у них, может, оставался, ну, не сняли, не сняли. Вопрос Антону Слепышеву финальный совершенно уже. Перед серией булитов, как устроено все в команде? Подходит Брагин и говорит, готов, не готов, там, бросаешь первым, ты бросаешь вторым, или он сразу перед фактом ставишь, ты первый, ты второй, ты пятый, ты десятый. Как это устроено? Как это было сейчас? Я думаю, они примерно знают, кто исполняет в клубах, кто больше забивает, поэтому сказали очередность, кто согласился, сказал. Кто согласился, тот согласился, кто нет, сказал, я чуть попозже пробью или как. Это рабочие моменты назначили, я думаю, у нас никто не откажется пробить. С днем рождения вас и с победой. Будет два вопроса. Да, первый. Вчера сборная опубликовала премьерный состав, впервые на этом чемпионате мира, такое нововведение от вас. Премьерный состав на сегодняшнюю игру со шведами. Объясните, пожалуйста, для чего это было сделано и сыграло ли это какую-то свою роль в сегодняшней игре. Ну и второй такой банальный вопрос по Тарасенко и по Орлову. Пожалуйста, у них сегодня дебютный матч. Как оцените их игру? Спасибо. Ну, то, что состав заранее публикуется, я не знал об этом, что я имею в виду в прессовую именю, но мы всегда заранее даем состав, чтобы ребята готовились, которые играют. Поэтому по Орлову и Тарасенко хорошая игра с их стороны для первой игры. Я думаю, в дальнейшем они еще добавят. Вот такой ответ. Матч получался очень тяжелым, держал с 0-1 до середины третьего периода, но бросил с глаза, что в дополнительное время на лавке у нас там улыбались, было очень хорошее настроение. Вы даже улыбались. То есть какой драйв вы чувствовали в этот момент, когда сборная переломила игру, и, мне кажется, настроение было очень хорошее, на редкости. Ну да, ну очень хорошая игра, я имею в виду такая перед плей-оффом, очень полезная. И я скажу, что временами мы очень неплохо играли. Хорошая игра с Омонова. Ну и еще раз говорю, как перед третьим периодом перестановки сделали, и это сыграло свою роль. Обычно 31 мая вы где проводите? Потому что чемпионат мира сдвинулся, и, по-моему, впервые в жизни у вас в день рождения такой важный матч, и вы как тренер работали. Где вы обычно бываете? На море, на даче? Ну, слушай, обычно я в молодежную сборную приезжал из Сочи, да, еще дома был, поэтому дома обычно в это время. Главный вопрос. В очередной раз перемешали все звенья со всеми. Ну, понятно, что вы ищете, вы пробуете, экспериментируете. А можете ли вот сейчас сказать уже, ну, хотя бы какое-то звено, вот кроме четвертого, где Каменев, швецарговой Тимкин, хоть какие-то связки, вот можете сказать, что все, вот это классно, это прям точно работает, мы это оставляем? Есть такое? Ну, это звено правильно его назвали с Каменевым, и неплохо сегодня работало Воронков, Слепышев и Григоренко, да. А дальше там мы поменяли, и это тоже сработало. Поэтому сейчас будем думать, анализировать, но всегда в поиске. Влились новые игроки, поэтому всегда непросто, непросто найти химию, извиняя особенно. Поэтому сейчас будем думать. Я бы хотел продолжить тему Павла по дню рождения. Все-таки это ваш, можно сказать, что это ваш самый такой приятный день рождения, и случалось ли когда-то его все-таки проводить именно вот в игре, в роли тренера на скамейке, вот именно в конкретном матче? Да нет, нет, не встречал, я первый раз такой, я очень уже в раздевалке сказал спасибо большое ребятам, что не галстук подарили, поэтому первый раз такое. В игре с ОМОНа в последних матчах, то есть, ну, все понимают, что он сыграл здорово, но хотелось бы услышать вашу цитату. Это вопрос связан с тем, что Сергей Вавровский будет готов играть в четвертьфинале. Насколько он обречен играть в этот четвертьфинал, потому что действительно большая звезда, вряд ли он останется в запасе, все понимают, что к этому идет. Или у вас есть варианты? Ну, самое главное, я рад за Александра, что три последних игры очень уверенно и здорово сыграл, поэтому варианты всегда есть, поэтому будем думать. То есть нет гарантии, что Вавровский будет играть, вы еще будете рассуждать, да? Рассуждать, конечно.